Итак, здравствуйте, друзья. Сегодня мы собрались на территории Лондон-Славянской письменности и культуры. Традиционные наши встречи простых, добрых русских людей, которые в непринужденной обстановке обсуждают животрепещущие вопросы общественной и политической жизни в России и за рубежом. Сегодня у нас тема такая очень важная, поэтому мы сегодня записываем нашу встречу и будем ее публиковать. Сегодня у нас на скайп-связи, которая с Киевом, общественный деятель, украинский Эдуард Владимирович Коваленко. Украинский националист, бывший руководитель организации Луна, впоследствии руководитель и создатель партии «Спас», который, наверное, он лучше сам расскажет, а я еще представлю присутствующих здесь товарищей. Геннадий Александрович Шибанов, общественный директор, Бойцинский Сергей Владиславович, руководитель Базырка «Русь», Валентина Боброва «Общественный деятель», Мямблин Килил Евгеньевич, руководитель Института высокого коммунитаризма, также общественный деятель «Очкин» Михаил и Вячеслав Макаров, ну и я, Александр Синяков. Итак, наверное, про трему и историю расскажет Эдуард, послушаем. Ну, сейчас, на самом деле, таким образом, я думаю, что свою личную историю я не буду углубляться. Да, начиная, представив, что я возглавлял партию Луна, и из нее, по большому счету, и родилась партия «Спас», было бы интересно сказать, почему это вдруг такая радикальная, российская организация «Карпуна», выросла такая партславянская партия «Спас». В связи с того, что я выступил, будучи так называемым «Кришним националистом», в время «Ранжевой революции» против «Ранжевой революции». В дальнейшем, уже приближая к последним событиям, когда начались противодействия уже между славянскими народами на территории Юго-Востока и Донбасса, в конце февраля, 27 февраля и революция этого года, был проведен митинг возле военкомата, где я выступил против мобилизации ребят на подлодочную войну. И высказал то, что если мобилизация будет продолжаться, то, соответственно, мы перестроим дороги и будем препятствовать, таким образом, забирать одних ребят, убивая других ребят. То есть, какое вы видите развитие событий на Украине? То есть, что, по-вашему, должно делать украинское руководство? Данное программское руководство должно принять решение о признании ДНР и ОНР дать особую старость и прекратить противописственное уничтожение прав на самоопределение. Так, что у нас подвисает. Так, у нас проблемы технического плана с соединением, судя по всему. Да, ну, в общем, да, соединений не получается у нас пока. Так, у нас технические проблемы, то есть связь с Киевом у нас не заладилась. Мы пока в автономном режиме продолжаем обсуждение. Сергей Владиславович, так как вы глубоко вооружили эту проблему, расскажите нам ваше видение. Да, ну, вот я хочу вам рассказать про Эдуарда Владимировича Коваленко, что познакомились мы лет пять назад по его инициативе. Он с соратниками со своим приехал в Москву с целью познакомиться с различными организациями национал-патриотического толка. Уже он действовал в режиме партии Спас, пропагандировал идеи панславинизма. И мы с ним сдружились. Вполне адекватный, меняемый человек, прошедший рост от такого крайнего нестечкового национализма до панславинизма. Вот. Знаете, как говорят, что кто не имеет сердца, тот не был экстремистом. А кто не имеет мозга, тот не станет консерватором. Вот у него есть и мозг, и сердце. И ныне получилось так, что он фактически один выступил против вооруженных сил Украины. И в статье, которая ему вменяется, так прямо и написано. Противодействие вооруженным силам Украины. Ну, по нашему пониманию, это великий батыр, так сказать, которого грех не поддержать и грех не примазаться к его славе. Вот. Собственно, и все, что я могу сказать. 21-й у него суд. И я считаю, что такой человек, наша задача, чтобы он был известен и понятен, что, так сказать, люди на Украине, так сказать, стремятся и понимают, что это не дело, когда люди одной крови убивают друг друга. Неизвестно за что и неизвестно зачем. Если некоторые считают, что мы один народ, а другие считают, что мы родственные народы, это не повод не то, чтобы воевать, а вообще ни для чего, даже для скандала это не повод. Это повод там выпить, закусить. Да, то есть темы-то нет у нас для скандала. Да, и тема, она противостояние на юго-востоке Украины. Она очень болезненная для всех, для нас. И те люди, которые на Украине поднимают свой голос и в результате страдают за это, мы их безмерно должны поддерживать. Но, может, еще кто-то хочет высказаться по этому? То есть задача у нас простая. Как помочь в этой ситуации человеку? 21-го у него суд. Нужно максимально сделать огласку. Да, я хочу дополнить про личность Эдуарха Владимировича. Мы вот недавно с ним разговаривали, и было три варианта, вот у него было три варианта таких теоретических. Первый – это убежать из Украины, чтобы не закрыли. От этого он категорически отказался. Второй вариант – это там нанять адвокатов и бороться в суде. Но это просто было признано глупым и, так сказать, неэффективным методом борьбы. Поэтому остался только один способ – это огласка, так сказать, вот этих вот его действий и огласка противодействия со стороны украинского режима. Я думаю, то, что человек пошел сознательно отставить из своей позиции, то есть он, не имея возможности уехать, он будет стоять до конца, я думаю, во-первых, это заслуживает уважения, а во-вторых, это действительно заслуживает всеобщей огласки. И если в данном случае федеральные каналы, которые контролируются администрацией президента, останутся в стороне, то выводы, наверное, я думаю, можно будет сделать соответствующие. Да, плюс тому ему в свое время предлагали в ДНР занять просто министра, не помню какого. Он тоже, да, дверка, поскольку нужно будет занять какую-то противоборствующую сторону. То есть он категорически против участия, ну, понимаете, то есть человек оппозиция четкая, выверенная, и своими действиями, своей жизнью он ее, вот как бы, ей следует. При этом он является, остается патриотом Украины, является украинским националистом, при этом понимает, что польза для его родины, для его страны не в противостоянии в военном, а как раз в нахождении в мирном пути, на решении этого убийства и друг другу нашему народу. У нас, кстати, есть, ждет на связи еще друг общественный деятель, который был в Украине сейчас тоже вынужден, уже был переехать в Россию, сейчас я попытаюсь с ним связаться по связи. Олег Георгиевич, у нас проблемы со связью с Киевом, почему-то, возможно, происки наших врагов, так скажем, в идеях. Мы уже перешли в такое обсуждение в нашем кругу, в серии ситуации, и ситуации в Украине в целом, и украинско-российских отношений, и ситуации с Коваренко, Дорогим Эдуардом Владимировичем. У вас, расскажите, что вы думаете, как у вас видение вообще всей этой ситуации? А, в вопросе этой ситуации это в двух словах ты не расскажешь. Но я знаю свое свое время, но могу сказать, что я был знаком в самом деле. Сейчас я могу что-то делать, что я был на комиссии, кто жил на комиссии, но на самом деле я счастливаю. Все эти поэксперсии, что и Майдана, и Антимайдана. У меня есть претензия на то, что я немножко понимал, что забыли, как я бы разворачивался. Потому что здесь самое главное, но все-таки и место там у некоторых предоставил. Все непонечательные война, когда начиналось с какими-то войнами, идея вхождения в Европу никогда не была бы искать. Для меня это было бы такой муниципалитет, когда начало всех этих событий. Но потом, когда произошел церковь событий, когда была прикринята попытка разгона поставшегося в области города студентов, у Майдана появилась не только муниципалитетная составляющая, а также муниципалитетная составляющая. Так это достали информацию. Это и не с вами. Постановка, представленная действительно активистами. Когда принимать их денег, которые они завозили с Майдана, в основном того, что тогда разговаривали с Акадинским, где сейчас появляется власти Украины, помимо этого начался отток помощи уже от Роскедракции, от мелких, средних, средних, средних стран. В сходе всех этих событий сформировалась достаток арбитальной части, но это, по сути дела, и обеспечивает победу Майдана, Майдана, какого она может называть? Переворка, революция, если революция там, в том числе, это разговаривается. Переворка, который меняется на феврале, в 2014 году, состоялась. Вот к этому моменту сформировали достаточно адекватно. Большая часть, специальная объединение, в общем, в то время, правосектор. Олег Георгиевич, можно, но мы тут собрались, чтобы оказать помощь Эдуару Коваленко. И вот, как вы считаете, как знаток, так сказать, именно Украины, как эффективнее это сделать, чтобы ему не навредить, принести максимум пользы именно информационной подачи материала, как бы вот так? Ну, смотрите, здесь такие будут возникать проблемы. Потому что сейчас на Украине любая поддержка того, кто-то из Москвы, из России автоматически отвечает. Да, ну, что надо делать? Ну, в общем, как-нибудь есть? А если того, как Москва не поддерживала, в самом деле, возникает соответствующие. То есть это плохо, если мы будем его поддерживать? Для него? Для него, если это будет поддержка со стороны Москвы, да. Ну, писать мне, пациент. Мы в информации, я думаю, что сейчас... Я сейчас обвиняю в том, что нельзя занять в Москве, понятно? Ну, мы же не олицетворяем, как бы, власть в России. Да. А скорее наоборот, мы же оппозиция. Ну, я хотел бы сказать, какая стандартная реакция. Мы уже со стороны Адаптивных, как говорили, мы с и стороны Адаптивных, и со стороны Служб, и всего остального. Но, является просто так. Вы сначала измеритесь со своей властью. Сначала, как я говорила, сначала, не просто, а потом, а потом, не просто. Как вы? Понимаете? И вот если это то, что в Москве будет отступить. Поэтому, когда говорят о позиции, нам надо как-то достаточно четко выразить, что она, кто, какова и чем она занимается. Конечно, поддерживать, но я думаю, что здесь важен будет даже не сам момент того, во что это будет. Эти процессы очень сложно повлиять. У нас еще какое-то солидарность. И причем солидарность с человеком, который, ну, отнюдь его нельзя назвать человеком, ну, какой-то пророссийской ориентацией, правильно? Да. В основном, это нормально, и вы пророссийской ориентацией. И поэтому здесь поддержка должна была бы скорее учитывать вот этот вопрос. Вот учитывать его прошлое, скорее всего, корус. Ну, вообще, это все его деятельности, которые один, кто может, как назвать, не подбаваться, как деятельность, направленная на поддержку или похожность, где-то так. Понимаете, вот какая здесь возникает проблема. Способная идеологов в клубе со стороны России, вот те, кто любят Америи, значительно счастье декоративно для федерала. На Украине, это все немножко сложнее тем, что все-таки люди рассматриваются, как находящиеся на состоянии войны. Вот и при этом, и в войне, как говорилось, и рассматриваются, как милиционерная Россия. Понимаете, вот в этом отношении, только решение войны, оно начинает рассматриваться, как результата репетуляции. Для того, чтобы мы поднимались. Вот, вот смотрите, большая часть командиров, кобородческих формирований, вот, и личного состава, вот это люди, все-таки, выходцы, ну, даже можно сказать, большая часть, в основном. Это выходцы из Восточно-Центрального проекта. Вот, в основном они говорят на русском языке. Вот, начинают понимать себя, как формирующие, если вы, политические нации. Понимаете, вот сейчас, когда мы говорим национализм, это не совсем точно. И личный национализм, сколько таковое, он сейчас, ну, ограничен, нескольким, небольшим образом. Сейчас, скорее всего, можно понять, гражданский, аманский, аманский, аманский. Знаете, здесь нельзя говорить о русоформии, там, вот, так-то иначе, это все строится. Там пропаганда состоит не против, не против России, против империи. Вот там ключевые слова, эти, империи, архаичные, которые несет мировых организаций. Ну, например, вот так и так поставили. Сегодня мы провели скайп-конференцию с Эдуардом Коваленко, который находится сейчас в Киеве под судом за свои призывы к прекращению брата убийств и войны, и с Олегом Бахтияровым. К сожалению, связь по неизвестной причине прервалась. Мы разрабатываем меры по поддержке Эдуарда Коваленко 21 числа у него суд.